Аня показывает мертвого любимца, собаку по кличке Потап. По словам ребенка, в животное на улице стрелял односельчанин. Он вышел с ружьем со своего двора, рассказывает Аня. Рядом меня шли мои собаки две. Он начал стрелять. Я с перепугу сначала ничего не поняла, потом собака начала сковчать. Подошла ко мне, с нее шла кровь. Потом она умирала на моих глазах. Аня утверждает, что мужчина заставил ее забрать тело убитой собаки. Взял ружье, вот так вот поставил, унеси эту вонь подальше отсюда. Заставил меня отнести ее, я туда отнесла. Он сказал, не да бог, еще одна, хоть одна псина пройдется здесь, всех перестреляю. Именно здесь, по словам родственников Ани, живет стрелок. Он бывший милиционер. Но дома его мы не застали. Съемочную группу встретил лишь дружный лай собак за забором. Тетка Аня утверждает, в милиции все знают, но ничего не делают. С милиции позвонили и спросили, что там у вас произошло, что застреляли. Хотя они прекрасно знают, я им звонила. Они сказали, будем разбираться, но никого так и не было. Никакой реакции я не увидела. Однако в райотделе милиции утверждают, что им не поступал сигнал об отстреле собак посреди улицы в Григорьевке. Если бы он был действующим работником милиции, мы бы обязательно в порядке направили для принятия решения прокуратуру нашего района. Если он наш бывший работник милиции, то есть он обыкновенный гражданин нашего района и будет нести ответственность. Как рассказал подполковник Гриппа, человек, которого обвиняют в селяне, уволился из органов год назад. Но номер его мобильного сохранился. Подъехать в райотдел бывший сотрудник отказался, сославшись на то, что находится очень далеко. А в телефонном разговоре по льву по соседским псам мужчина отрицает. Факт стрельбы, говорит, я отрицаю. Ружье, говорит, у меня действительно есть охотича. После окончания охоты я, говорит, почистил, положил в сейф, он у меня, говорит, почищен, в сейфе под замком лежит. А факт, он слышали, что он отрицает. В милиции пообещали проверить полученную от журналистов информацию о стрельбе по собакам в селе Григорьевка. Дмитрий Кочергин, Владимир Пельгук, телеканал Донбасс. Продолжение следует...